В заключении рассмотрения языка SQL-DDL хотелось бы дать несколько комментариев. Дело в том, что, во-первых, рассмотренные нами операции, конечно, являются неполным описанием этого языка, и более полное описание дано как в стандарте, так и в описании любой из СОБД. Но, с другой стороны, даже это описание дает понимание возможностей по изменению схемы базы данных. Почему же это важно? Все довольно очевидно, что с развитием как информационной системы, в основу которой может быть положена какая-либо база данных, так и ввиду изменения каких-либо ограничений предметной области в процессе жизни, требования к базе данных также могут меняться. Совершенно очевидно, что в случае изменения требований мы не могли бы просто брать, удалять некую старую базу данных и создавать ее заново. В этом случае мы неизбежно теряли бы информацию, и такой способ миграции, такой способ внесения изменений в структуру базы вряд ли бы кого-то устроил в жизни. И поэтому использование такого средства, как DDL в части возможности изменения структур данных позволяет нам аккуратно выполнять операции по внесению изменений в структуру данных. Более того, мы видим, что грамматика этого языка достаточно несложная и легко может быть автоматизирована генерация самих операций на этом языке. В частности, очень многие ORM, и мы будем в качестве примера рассматривать популярную ORM преймворка Django, позволяют генерировать операции на языке SQL, в частности на языке SQL DDL, для того, чтобы на основании каких-либо описаний структур данных, которые приведены в частности в Django модели. Надеюсь, я достаточно заинтриговал вас для того, чтобы продолжать слушать наш курс. И уже в пятом или шестом модуле мы подробно рассмотрим Django'овскую ORM и посмотрим, как можно, ну в каком-то смысле, проектировать базу данных на основе использования конструкций каких-либо языковых или конструкций какого-либо определенного фреймворка. Ну а рассмотрение третьего нашего модуля закончено. Мы познакомились с вами с принципами и возможностями процессом проектирования баз данных. Поговорили о том, на каких уровнях производится анализ предметной области, каким образом конвертируются требования предметной области в концептуальную схему, далее логическую и описывается физическое представление. Мы посмотрели на возможности, по крайней мере, немножко посмотрели на возможности языка SQL DDL. Ну и на следующем модуле нас ждет интересная теоретическая часть, связанная с понятием нормализации. В рамках рассмотрения процесса проектирования понятия нормализации было сознательно опущено, потому что это важное понятие, и ему будет посвящен, ну, фактически отдельный четвертый модуль. Итак, спасибо всем за внимание, и мы ждем вас на следующей неделе в продолжении нашего курса. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok